Всем привет! В эфире Этнографика и сегодня мы начинаем новый цикл видеовыпусков, очень крутой, посвященный культам и обрядам народов Западного Кавказа, вкратце. Мы будем говорить о культах как таковых, сохранившихся или уже забытых и лишь записанных этнографическими экспедициями. Мы пытаемся сравнить их с культами разных народов Кавказа и попытаемся понять, что лежит за этими культами, какие взаимосвязи и какие идеи в них заложены. Сразу скажу, что этот цикл будет состоять из множества видео, в которых мы будем рассматривать эти культы и завершится он лекцией большой с редкими материалами, посвященные влиянию мировых религий на эти культы, гибридизации, их смешению с ними. И там поговорим о некоторых моментах, которые нигде не написаны в одной еще пока книге, не описаны, не проанализированы. Это будет, в общем-то, для вас многих открытием, совершенно новым материалом, который я в своей работе магистрской нашел и ввел в научный оборот, скажем так. Особенно по влиянию католичества, о чем вообще мало пишут. Но есть один важный момент, этот цикл будет платным. Он состоит из редких и важных материалов, поэтому я буду делиться этими видео только со спонсорами канала, которым эти видео будут доступны каждую неделю по пятницам в 19.00, как и этот выпуск. И этот выпуск единственный бесплатный, такой для затравки, чтобы вы понимали, о чем будет идти речь. Если вам интересно, смотрите мое видео о спонсорах, о спонсорстве канала, о том, как стать спонсором и как получить доступ к эксклюзивным видео. Соответственно, все эти видео будут обсуждаемы, то есть мы будем в чате обсуждать их. Я буду отвечать и в комментариях, в том числе, на ваши вопросы, которые возникнут у вас по ходу выпуска этого цикла. И потом финально проведем, может быть, даже прямой эфир какой-то, где вот все это вместе обсудим с подписчиками и спонсорами. И только уже после выхода всех этих серий, через некоторое время я буду приоткрывать его, возможно, но без обсуждения. Так что, извините, но это эксклюзивный контент будет такой вот на канале, из-за того, чтобы его как-то подогреть, поддержать его развитие. Итак, поехали. Первым наш список открывает весьма необычный культ, на сегодняшний день не сохранившийся, связан с заболеванием оспой и встречается в той или иной виде у черкесов-адыгов и осетин. Вот поговорим как раз об этих двух случаях. Особенность его в том, что этой болезни стараются, как бы ее не остерегаются и наоборот приветствуют, и стараются при этом умилостивить ее, почтительным к ней отношениям. Если в семье кто-то заболевал оспой, в черкесской, то старались никак не проявлять какого-то горя по этому поводу, переживаний, стараний. Наоборот, считалось, что нужно проявлять какую-то радость и встречать оспу как дорогого гостя, потому что оспа сама по себе это очень могущественный дух, очень обидчивый, поэтому вот нужно было себя вот так вести. При этом не купались, не мылись до выздоровления человека, не выстирали белье, потому что считали, что таким образом можно оскорбить оспу, чтобы она могла подумать, что она не чистая. Такое отношение к духу было. В честь болезни устраивали песни и пляски в доме. И при этом оспу именовали определенным термином Зиус-хан, что в переводе означало тот болезнь, которого я возьму на себя. Но это такой вольный перевод на самом деле, поскольку таким же словом в прошлом черкесские, адыгские крестьяне обращались к дворянам, феодалам. Зиус-хан как такого своего рода почтительное, уважительное слово, ну что-то вроде ваша светлость или там милорд, ваш урожай поели долгоносики. Это уже шутка, конечно. Но да, это уважительное отношение именно к крестьян, к князьям, к оркам. Для соблюдения обряда оспы проводился специальный обряд ее усыновления. Для этого больного и присутствующих кормили специально изготовленными оспенными лепешками, которые назывались как оспенной хлеб. И готовили его из небольших кусочек вареного проса, напоминавшего по форме такие оспенные нарывы. Это небольшие лепешки. Почему из проса? Потому что проса это старая пища адыгов, которая пища предков. Помимо оспенного хлеба, который еще называли в некоторых случаях шорек-халук. Пекли еще, в обряде использовали, точнее, еще лепешки-харыб и галушки такие с сыром. Матазы назывались. Их чаще всего делают на разные там священные мероприятия, ну так обрядовые, так скажем, в разных случаях. Их также делали обязательно постными, без спроса, без добавления какой бы соли даже. И для этого было такое определение ритуальной чистоты. Кабза называется. То есть, что и продукт должен быть чистым, и тот, кто готовит его, тоже должен быть человеком морально правильным, чистым в своих поступках и не совершившим никаких грехов перед обществом. При этом сыр, которым начинались матазы, галушки, он квасился в вине. Особенно вот те галушки, которые готовились для больного оспой. В этом был тоже особый смысл, как бы выделяющий эти продукты среди остальных. Оспенными лепешками покормили сначала больного, потом всех остальных членов семьи, и после чего оспа считалось установленной в семье, и становилось, как бы, этот дух оспа становился покровителем этой семьи. Есть примечательная песня, записанная в 1930-е годы этнографом Евгением Шиллингом у причинноморских адыгов-черкесов, где он впервые, в общем-то, и встретил этот обряд и его записал. И эту песню пели в доме заболевшего оспой во время его болезни. Я ее сейчас прочиту. В этой песне есть пара интересных моментов. Ну, во-первых, всадников Илья, который, ну, означает, что лучший из всадников, да, самый лучший. И в то же время в нем видны вот эти христианский след. На который часто встречается в христианстве, да. И сам этот Святой Илья у кавказских народов очень во многом связан с обрядами лечения и с всадничеством, как таковым. Но в то же время имя Святого Ильи можно услышать в молитвах, посвященных вызову дождя под священными деревьями, да. Которые, так или иначе, посвящены культу молнии и богу, божеству или духу молнии Шибля. И такая встречность не случайна, потому что Святой Илья практически у всех народов мира, которые перешли на христианство, он у них всех заменил бога-громовержца. Ну вот, допустим, у славян Перу, это Святой Илья, у Тор, у скандинавов, у Зевс, у греков. То есть, как правило, везде одна и та же замена происходила. И еще особенность одна, что у черкесов-удыгов в случае смерти человека от молнии тоже нельзя было скорбеть по нему, он считался святым. Таким образом, как бы, бог отметил его. Милость бога в том, что смерть или болезнь, это такая милость со стороны бога. Он как бы в рай попадает, условно говоря, этот человек. И вся семья тоже становится святой, он покровительствует этой семье, это божество. А могила убитого молнии становится местом для проведения обрядов, молитв, к ней обращаются к высшим силам для того, чтобы какую-то помощь получить. То есть, здесь видны те же типы отношения к богу-патрону, к такому божеству-патрону, как бы снисходительно относящимся к смертному, через болезнь или смерть, отмечающую его. Еще более интересна фраза про воспитанника шапсугов. То есть, черкесское общество шапсугов выступало, как бы, отлыками, воспитателями этого божества, то есть, у духа Оспы. И это, на самом деле, очень свойственно этой этнографической группе именно черноморских шапсугов, которые чаще всего в каких-то обрядах, молитвах к духам относятся требовательно. То есть, это такая более архаичная, более древняя форма магического мышления, когда человек считает, что он правильно понимает этот мир и может требовать что-то от божества. Не просит у него в молитве, это будет уже следующая стадия развития мышления этого, а вот более ранее еще. И заметьте, что в тексте есть еще наличие фразы «красный золотой всадник». На самом деле, это символ божества и в то же время подсустороннего магического мира. То есть, это что-то подсустороннее, другое, нечеловеческое, магическое, божественное. И если анализировать этот образ по системе функций Владимира Пропа, функции сказки, то золото и всадники это, как правило, человек, который проходящий в мир иной, проводящий к подсустороннему миру духов, где предки живут, где все остальное. И в прошлом путешественники еще отмечали, что оспой черкесы редко болели достаточно, поскольку владели методом прививания оспы еще до того, как его в кавычках открыли в Европе. Операцию эту проделывали старые женщины, знавшие лекарства. И, по всей видимости, вот этот обряд Зеус Хан, он как раз таки сопровождал вот это прививание от оспы, потому что мы в самой идее прививания, мы видим вот это принятие большинства к себе, на себя, принятие болезни на себя, чтобы умилостивить духа оспы. Таким образом, вот это вот магическое мышление, оно позволило выработать вот эту методику прививания оспы, которую европейцы, видимо, подглядели, может, у какого-то другого народа, может, и у черкесов, и просто по-научному ее объяснили и начали применять по-своему. Таким образом, как бы этнография, это мышление народное, оно выступило триггером для, собственно, развития медицинской науки, медицины вообще, борьбы с оспой. Похожий обряд на Зеус Хан есть у южных осетин. Его описала в 1926 году в селении Часовали этнограф Евгения Пчелина. Осетин для лечения больного оспой, ну вот он на кровати лежит, его лечат, допустим, и специально для этого изготавливали и втыкали в изголовье за подушку деревянную развилку, роговилку такую, на которой надевали три лепешки порсяных, которые назывались чириты. И после выздоровления или, наоборот, смерти больного, эту вилочку с лепешками деревянную вынимали, относили в священную рощу и в священное дерево обтыкали в его ветви, оставляли там, рогульку эту. Вообще, эта рогулька, на удивление, похожа на один из видов джоров, то есть крестов, которые устанавливались у черкесов адыгов при Черноморских, в священных рощах, у священных деревьев, и которые использовались для моления в этих местах, для молитв. Использовались причем они еще в начале 20 века. И, кстати, они могут быть связаны с католическим влиянием, потому что все описывают обычно Т-крест классический, да? А если глубоко копнуть, на самом деле много было игрек крестов. Но о том, как это связано с католичеством может быть, нечистующих орденов и более шире, об этой теме мы поговорим в конце цикла этих видео, когда мы будем говорить вообще о влиянии мировых религий в лекции. А на этом мы это видео заканчиваем. Спасибо всем, кто посмотрел. Обязательно, если вам понравилась эта тема, подписывайтесь на спонсорство. Это недорого совсем, там буквально 70 рублей в месяц. Подписка, подробнее, как это сделать, есть вот в видео. Ссылочку вот здесь вот я вам оставлю. Ну и оно в ленте есть про спонсирование, про спонсорство. Следующий ролик уже будет в закрытом доступе для спонсоров в пятницу, в следующую в 19.00. Вы оставляйте свои комментарии, понравилось, не понравилось, какие-то вопросы может быть. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, не забывайте жать на колокольчик рядом с подпиской к видео для того, чтобы получать свежие уведомления на канале. И до новых встреч в новых выпусках. Всем пока!